С самого утра по городу раздаются стук ледоколов и лязг лопат об асфальт. Из-за ночного понижения температуры на дорогах и тротуарах образовалась наледь. Более 300 человек и 121 единица техники трудятся, чтобы самарцы спокойно передвигались по улицам. С объемом работы городские службы справляются, правда, иногда встречаются трудности с очисткой обочин. К сожалению, приходится сталкиваться с такими трудностями, как припаркованные автомобили в приладковой части, что значительно затрудняет расчистку проезжей части. В связи с чем возможны именно нарекания по туру автомобилистов. Мы с таким сталкиваемся, мы стараемся работать и устранять данные замечания в процессе работы. Особое внимание уделяется потенциально травмоопасным местам, лестницам, а также недавно отремонтированным улицам. Основные задачи это обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов. Основной оценка у нас делается на дороге, которая выпущена комплексным ремонтом с последних 2-3 года. Это дороги с хорошим покрытием, хорошими тротуарами. И, соответственно, даже зимой их состояние должно быть максимально приближено к идеальному, чтобы люди видели результаты работы, городские службы. А вот во дворах домов уже другие ответственные – ТСЖ и управляющие компании. К зиме готовились так же, как и городские службы еще с лета. Что необходимо, докупили. Что требовало ремонта, починили. Инструменты готовы, инвентарь весь есть, спецодежда есть, дворники, как говорится, у нас с утра встают, в 5 утра начинают. Мы не даем, чтобы образовался налет. Только снег выпадает, сразу его чистим. Горожане отмечают – ТСЖ к обязанностям относятся ответственнее. В товариществах жители сами контролируют ситуацию. Вот прям зайдите вот в следующую улицу. Ужас, ужас. Там яма на яме, там не проедешь нигде. У нас, пожалуйста, у нас чистота, порядок. Ну, конечно, управляющим компаниям нужно, безусловно, более ответственно. Тем более, что снег уже идет не первый день, а во дворах скользко. Ты из подъезда выходишь, и можно сразу упасть и разбиться. Какие компании более ответственны, знают в департаменте ЖКХ. Они ежедневно, утром и вечером получают точную информацию о работе управляющих компаний. Мы четко знаем, какие управляющие компании в каких районах, в каком количестве вышли на работу, сколько единиц техники в этот день задействовано, сколько дворников у нас работает, сколько бригад кровельщиков чистят кровли. Сейчас в городе дворы чистят 100 единиц техники и около 2,5 тысяч дворников. Работы в ближайшее время им добавятся. Снег, взявший паузу, вернется в выходные с новым циклоном. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова